всем привет сегодня у нас будет необычный рецепт участие в котором будут принимать батон что из этого пульса смотрите дальше итак поехали разрезаем вот он пополам не думайте варенья здесь не будет будет немножко другой рецепт одну половинку верхнюю на выбираем в сторону она нам в принципе мало бы пригодится мы сделаем из одной половинки теперь мы выбираем мякоть из батона и вот таким способом мякоть выкладываем в отдельную посуду потому что мякоть нам тоже дальнейшем пригодится батон немножко у нас полежавший не свежий кружится хорошо и держит довольно таки форма неплохо вот так после чего берем майонез и смазываем нашу лодочку вот таким образом можно сметаной тут не принципиально можно импровизировать кому как больше нравится по вкусу бортики тоже так промазываем майонез разрушитель поджелудочных желез ну это так лирика ничто он конечно не разрушает если в меру кушать так после чего мы наш батончик выбираем в сторонку и переходим к следующему этапу следующий этап это у нас лук берем среднюю головку лука и нарезаем его полукольцами в данном случае я одну половину сделаю кубиками одну полукольцами для того чтобы он дал больше сока тем временем у нас уже греется сковорода вместе с маслом куда мы этот лук и отправим в принципе а эту половинку полукольцами и отправляем на сковородку лук мы будем жарить до золотистой корочки пока у нас готовится лук мы займемся помидором тоже берем такой средний помидор нарезаем покрупнее угол более сочнее прямо в риф на крупнее и сочнее вот такими кубиками не забываем помешивать лук чтобы не пригорел ну вот наш лук поджарился теперь сюда отправляем помидорчики доводим их до того когда они хорошенько пустят сок а тем временем мы нарежем колбаски колбасу можете брать любую у меня в данном случае варенка постараемся помельче порезать и поглядываем периодически за нашим луком и помидорами чтобы у нас не сгорели поджарим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы он немножко влагу забрал Вот так Помещаем, посмотрим Влагу он забрал, но можно еще чуть-чуть положить, чуть-чуть совсем немножко Вот таким образом И теперь ответственный момент Берем два куриных яйца Отбиваем И быстренько все это перемешиваем Делаем медленный огонь, чтобы яйца у нас не горели Быстро перемешиваем При этом При этом мы немножко посолим Совсем чуть-чуть И поперчим чуть-чуть И дальше мешаем это все Чтобы все у нас пропеклось, протушилось Но при этом не было жидким Ну все Вот момент истины Вот она все уже схватывается Она практически не жидкая И переходим к следующему этапу Вспоминаем про наш батон Кладем его И теперь ту смесь, которая у нас получилась Мы выкладываем вот сюда В нашу лодочку Вот так Прямо придавливать не бойтесь Вот так все мы туда поместили После чего Это в сторону Берем сыр И прям сверху вот так кладем Натертый сыр Любой сыр, какой вам нравится Какой у вас есть Останьем немножко сыра Сейчас покажу для чего Возьмем помидор И вот так положим Я думаю это будет намного сочнее Нет, наверное все таки еще И сверху доложим сыр После чего Всю эту прелесть Мы помещаем в разогретую духовку И ждем Когда у нас сыр растопится И покроется корочкой Ну вот Наш батончик прогрелся Немножко Сыр у нас растопился Ну и сейчас будем смотреть Что у нас получилось Снизу порочка Хрустящая Сейчас попробуем на вкус Такой сочный Сок течет Мне кажется Это будет вкуснятина Это просто Я не знаю Что это там значит Что-то чем-то Ну классный вкус Мне очень нравится Сейчас налью у себя чаем И с чаем Обязательно выпью И съем